привет привет с вами андрей ильенко я сейчас на фабрике которая производит рюкзаки которые шьют рюкзаки и вот как это выглядит на самом деле принципе фабрика такая ну достаточно небольшая но средняя я бы сказал но в принципе не на рынке уже больше десяти лет и достаточно профессиональные ищут на весь мир как это бывает у китайцев то есть делают и на европу америку естественно на россию китай и так далее другие страны японию вот здесь вот допустим ну чтобы если показать производственный процесс самого начала да вот здесь вот у них раскроенные материалы фурнитура естественно там дальше идет когда ну то есть хоть по технологическому процессу они это все дело сшивается здесь лежат здесь лежат задники задники от рюкзаков то есть такая как бы уже у них своя система своя система которая позволяет спине дышать то есть чтобы не по телу за рюкзаком спина то есть там идет вентиляция как бы прилегает всей частью а специальная форма плюс у них еще есть несколько тоже запатентованных интересных штук которые мне здесь показали в шоу-руме вот но в принципе это все понятно я хочу какую одну важную мысль вам сказать когда вы на китайской фабрике естественно вы сюда всегда вас поведут вначале в шоу-рум комнату переговоров да вот там и шоу-рум покажут все свои продукты затем обсудите там какие-то условия работы какие-то модели которые вас интересуют возможно цены естественно вас поведут и покажут вам производство то есть покажут как все это делается что производство как минимум существует даже здесь вот сидят люди они строчат на машинках вот как мы как у нас допустим там подвозится хранится там сырье материалы вот как у нас работают как у нас происходит контроль качество если он есть то есть как минимум там должен быть отдельный человек или пару человек если не целый отдел который отбраковывает ну то есть осматривать какие-то элементы и отбраковывает должны быть просто ну на самом деле должны быть товары которые уже отбракованы то есть это признак того что вообще какая-то работа ведется ну то есть здесь мне все нормально мы прошли показали вот у них там в соседней комнате такой процесс имеется где отмечаются какие-то места проблемные вот основная мысль какая что как обычно происходит то есть люди приезжают на фабрику или там видят на выставке где-то модели или находят шоу-руме или по каталогам и так далее и просто вот ну естественно считается верхом какого-то изобретательности наклеить свою торговую марку там да все это мой бренд то есть взял там налепил ярлычок допустим там какую-то лейбочку и все я это уже забрендировал ну на самом деле это вообще ничего не значит потому что так можно сделать в принципе каждый то есть так ты сделает ваш конкурент так сделает клиент из другой страны которые приедет и причем даже из соседней до допустим если там россия то украина если украина по казахстан и так далее какие-то рынки которые тоже пересекаются легко легко то же самое сделают то есть это вообще не выход и это как бы не является брендирование в принципе здесь у них даже музычка чтобы повеселее работать как в чем в чем как бы сила на самом деле сила в том чтобы подбирать ну то есть какое-то проявлять уже творчество то есть вы видите какие модели допустим они уже делают видите какие модели есть на рынке видите какие есть у одной у каждой из них какие преимущества какие материалы используются то есть вы можете взять тот же самый рюкзак допустим взять его сделать ну то есть взять эту подложку сделать допустим не клеенкой там до какой-то тканью или взять допустим сделать дополнительный карман или поменять застежки или ну не считая там каких-то цветах каких-то еще вещах то есть вообще спроектировать с нуля допустим продукты вы можете просто взять и попросить там найти человека который умеет чертить рисовать и ну начале от руки допустим нарисовать свой дизайн рюкзака подумать вообще что там допустим нужно что не нужно какие элементы должны быть а какие какие обязательные какие нет и под разную целевую аудиторию допустим там велосипедистов допустим детей или путешественников или бизнесменов или путешественников бизнесменов то есть вот сделать то что им это именно конкретно нужно то что вот будет пользоваться у них спросом вот 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 это я считаю уже творчество и на это как бы уже будет не стыдно лепить свой бренд если вы это сами как бы как минимум просто собрали из кусочков из каких-то ну как пазл то есть не говоря там о внешнем виде там дизайне материалах то есть вы вложили туда свою идею вы подумали о вашей целевой аудитории вы подумали какие проблемы должны нужно решить их им своим товаром и подумали как удешевить его как вот отсечь лишние до чтобы убрать я не чтоб человек не платил за лишние какие-то вещи которые он не будет использовать как например делает икея как она вот за счет чего в принципе они сильны они действительно утешевляют товар они как бы ищут способы как это можно сделать они заказывают огромное количество на фабрике то есть у них еще подключается эффект производства и за счет этого получается очень низкая себестоимость и они при этом дают низкую цену людям то есть делают товар доступным то есть возьмите для вашей целевой аудитории ну если она большая то сделайте действительно хорошую цену и сделайте товар доступным сделайте вал сделайте большие продажи если она узкая сегментированная то создайте какой-то очень крутой продукт и чтобы человек вот он увидел и сказал блин это моё вот это вот сумка для фотографа реально это крутая сумка вот для меня то есть я вижу все продумали каждую мелочь то есть специально для меня и естественно тогда уже можно цену назначать как более высокую потому что вы попадаете точно в целевую аудиторию вот вот эти смыслы я на самом деле хочу передать этим и вот вот что значит настоящее брендирование это понимание вашего покупателя это забота о нем это решение специально под его запросы и то есть размещение заказа это то есть приложенная концентрация ваших мыслей как бы которая товаре вы уже выразилась просто материализовалась принципе как делал там допустим тот же самый стив джобс свой iphone он думал о людях он смотрел чтобы нравилось естественно ему в принципе но он делал телефон наверное больше даже для себя и это тоже правильно если ты являешься целевой аудиторией ты тоже имеешь свое мнение имеет очень большой вес вот поэтому создавайте новые товары создавайте свои продукты затем уже только и брендируйте и только тогда вы можете гордиться что действительно создали что-то свое и вы можете начинать его развивать как бренд с вами был андрей ленка с фабрики китае фабрики рюкзаков всем пока пока до следующих видео